Здравствуйте, я прошу вас прощения за то, что задержалась, но уточняли, какие вещи. Я хотела бы начать сегодня с достаточно, к сожалению, неприятной, необычной вещи. Мы с этим сталкиваемся в таком формате первый раз. Вчера на брифинге Госдепартамента США произошло возмутительное событие. В частности, официальный председатель Госдепартамента США заявил следующее, что Госдеп не ставит в один ряд Russia Today, телеканал Russia Today с другими уважаемыми средствами массовой информации. Это какой-то новый вид сегрегации, отделение средств массовой информации по идеологическому принципу. Я хочу напомнить своим коллегам в Госдепартаменте США, что в Российской Федерации официально работают американские журналисты. Некоторые из них, я вижу, в том числе находятся здесь и приходят регулярно. Вы хотите, чтобы один раз они испытали на себе такое же отношение, которое вы позволяете в отношении российских СМИ, работающих в Соединенных Штатах? Я не думаю, что ваши американские журналисты будут рады такому развитию событий. Но поверьте, за мной не заржавеет. И если еще раз к телеканалу Russia Today будет такое же отношение в Вашингтоне, на брифингах официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации будет выделено специальное место для американских журналистов. Этот возмутительный, этот вопиющий случай. Я хочу, кстати говоря, отметить, что не все американские дипломаты посчитали это нормальным и в частном порядке, обращаю внимание, в частном порядке американскими журналистами представителями телекомпании Russia Today были высказаны слова «сожаление» и «извинение», но в частном порядке. Этот беспрецедентный случай, вот такого разделения журналистов на правильных и неправильных, уважаемых и неуважаемых, будет, безусловно, поставлен в ходе предстоящего контакта министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и его коллеги Джона Керри. Контакт этот состоится сегодня по местному времени в Перу. В ходе этого контакта, который запланирован на полях саммита ОТЭС, главы внешнеполитических ведомств проведут двустороннюю встречу и обсудят ситуацию в Сирии, на Украине, вопросы расширения американской стороной антироссийских санкций и, в принципе, будет разговор по всем текущим элементам российско-американской повестки дня. И, конечно, тот самый вопрос, с которого я начала, еще раз вам повторяю, он действительно будет доведен до госсекретаря США, потому что, как мы представляем, все-таки нужно понимать, о чем говорит официально рупор Госдепартамента. И немножко, наверное, его контролировать. Но еще раз говорю, если этого не произойдет, повторяю, за нами не заржавеет. Теперь немножко, немного, так как мы затронули этот вопрос о расширении американских санкций, как вы знаете, Мит уже комментировал, принятое Вашингтоном 14 ноября решение ввести дополнительный или, можно сказать, внести в свой антироссийский и санкционный список шесть депутатов Государственной Думы России от Крыма и Севастополя. Конечно, этот шаг не может не вызывать сожаления. Как я уже сказала, об этом речь также зайдет в ходе двусторонних переговоров. О каком сожалении мы говорим? О сожалению по поводу полного отрыва Белого дома от реальности. Вот такого инстинктивного желания и стремления уходящей администрации Барака Обамы по большому счету напакостись напоследок. Хотя и так было сделано немало, мне кажется, уже больше, в принципе, можно и не стараться. Нельзя исключать, что на этом администрация успокоится. Есть также, в общем-то, опасения, что до последнего своего дня атмосфера отношений будет со стороны Белого дома постоянно портиться. Вот такое ощущение есть. Ну, мы, конечно, надеемся на смену, что на смену таким разрушителям, просто терминаторам российско-американских отношений в Вашингтоне придут люди, которые будут относиться к двусторонним связям, к двустороннему сотрудничеству во всех смыслах и во всех аспектах этого слова бережнее. Вы знаете, что попытки надавить на нашу страну через санкционное давление, через некую попытку изоляции, через всевозможные блокады, бойкоты, всё это провалилось, это ни к чему не приводит. Это показывает наша история, это показывает современность. Собственно говоря, это и стало, наверное, провальным итогом внешнеполитической деятельности администрации Барка Обамы. Теперь переходим к графику министра иностранного дела Российской Федерации. 21-22 ноября Сергей Лавров посетит Республику Беларусь, так запланировано, с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегии МИД России и МИД Беларуси. Программой пребывания предусмотрена встреча с министром иностранных дел Беларуси господин Макея. В ходе переговоров состоится предметное рассмотрение широкого круга вопросов российско-белорусского внешнеполитического сотрудничества с акцентом на реализацию положений совместного заявления президентов России и Беларуси от 15 декабря 2015 года. В соответствии с повесткой дня совместного заседания коллегии, вы знаете, это традиционное мероприятие, будут обсуждаться основные направления межмидовского взаимодействия по продвижению общих подходов в ООН, развитие интеграционных процессов Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, отношения с европейскими партнерами, совместное противодействие попыткам фальсификации истории. Я также хотела сказать, что в эти же дни, если говорить конкретно, то 21 ноября в Беларуси откроется филиал Российского центра науки и культуры. Речь идет о городе Гомель. Это важное событие для гуманитарных отношений двух стран. Оно пройдет под знаком 25-летия СНГ. В торжественной церемонии открытия примут участие глава Россотрудничества Любовь Николаевна Глебова, заместитель министра иностранных дел России Григорий Борисович Карасин. Планируется присутствие чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Беларуси Александра Александровича Сурикова, заместителя государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси, члены постоянного комитета Ивана Михайловича Бомбиза, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь. Также, по нашей информации, планируют посетить это мероприятие. И, конечно, мы исходим из того, что руководство Гомельской области, города также примут участие в открытии филиала Российского центра науки и культуры в своем родном городе. Деятельность филиала Российского центра будет направлена на развитие культурного диалога, побратимских связей, сохранение единого исторического и культурного пространства. Мы исходим из того, что оно должно способствовать дальнейшему укреплению гуманитарного сотрудничества России и Беларуси. Танцы потом. Следующее мероприятие, о котором я хотела бы сказать, 23 ноября состоится встреча министра иностранных дел России с президентом Международного комитета Красного Креста Петром Маурером, он будет находиться в России с рабочим визитом. Министр иностранных дел России и президент Международного комитета Красного Креста обсудят актуальные вопросы взаимодействия России и этой организации по совместному реагированию на гуманитарные кризисы по всему миру. Особое внимание будет уделено обстановке на юго-востоке Украины и ситуации в Сирии. В частности, вопросам оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Мы уверены, что предстоящий рабочий визит господину Мауре в Москву придаст дополнительный импульс этому сотрудничеству. 24 ноября в Москве запланированы переговоры главы внешнеполитического ведомства России, заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Фам Бин Минем, который будет находиться в нашей стране с официальным визитом 23-24 ноября. Предполагается обсудить состояние перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия. Как вы знаете, наши отношения имеют характер всеобъемлющего стратегического партнерства с акцентом на расширение политического диалога, наращивание сотрудничества в торгово-инвестиционной, научно-технологической, военно-технической и гуманитарной областях. Планируется провести обмен мнениями по актуальным проблемам региональной, глобальной повестки дня, анализ взаимодействия в рамках ООН, ключевых международных организаций и многосторонних структур. Будут также затронуты вопросы, связанные с решением Вьетнама отказаться от развития атомной энергетики и, соответственно, реализации совместного с Россией атомного проекта. По итогам переговоров предусмотрено подписание плана сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран в 2017-2018 годах. 24 ноября в этот же день министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретится в Москве с избранным на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций господином Гутерришем. Будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности Организации Объединенных Наций, в первую очередь, путю регулирования острых региональных конфликтов, повышения эффективности и перспективы реформирования Всемирной Организации, ну и, конечно, вопросы взаимодействия с секретариатом. 25 ноября состоится традиционная встреча министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с полномочными представителями и послами государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. В ней также примут участие генеральный секретарь ОДКБ господин Бордюжи и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал Сидоров. Генерал-полковник, извините, это важно, генерал-полковник Сидоров, господин Сидоров. В ходе встречи предполагается обсудить актуальные задачи, организации в области международной и региональной безопасности, а также внешнеполитической координации. Переходим к другим региональным проблемам, к другим вопросам международной повестки дня. 21-25 ноября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по промышленному развитию ЮНИДО в Вене пройдет серия торжественных мероприятий, посвященных 50-летию создания этой организации. К празднованию юбилея приурочена 44-я сессия Совета по промышленному развитию руководящего органа ЮНИДО, на ежегодных заседаниях которого страны-члены принимают решения по ключевым вопросам деятельности этого спецучреждения ООН. В работе Совета по промышленному развитию и юбилейных мероприятиях примет участие, конечно, российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел господином В рамках празднования юбилея ЮНИДО запланированы пленарные заседания и тематические интерактивные дискуссии в формате круглых столов по различным аспектам проблематики индустриализации в контексте устойчивого развития. Создается презентация наиболее успешных проектов этой организации. Центральный вопрос на повестке дня – укрепление и более эффективное использование потенциала данной структуры в интересах продвижения всеохватной индустриализации и инноваций как важного элемента многосторонних усилий по осуществлению повестки дня в области устойчивого развития наперёд до 2030 года. Наша страна последовательно выступает в поддержку ЮНИДО, рассматриваем организацию в качестве перспективного партнёра в реализации государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию. Нацелена на продолжение проектной деятельности по линии ЮНИДО в целях помощи дружественным нам странам в решении, стоящих перед ними насущных социально-экономических и природоохранных задач. В этой связи хотели бы подчеркнуть, что финансируемые Россией программы ЮНИДО способствуют активизации взаимовыгодных хозяйственных отношений российских предприятий с партнёрами, а также наращиванию экспортного потенциала отечественных производителей и диверсификацию их внешнеэкономических связей, а также развитию интеграционных процессов, в частности, на евразийском пространстве. Теперь переходим к ситуации на пространстве в регионе Ближнего Востока и Северо-Африки. Сегодня исполняется ровно месяц с начала операции по освобождению иракского города Масул. В самом Масуле иракские войска и поддерживающие их регулярные формирования ведут вязкие бои на окраинах города. Каждый шаг по их продвижению можно только приветствовать. Однако ситуация по-прежнему далека от развязки. И это несмотря на задействование больших сил и средств, включая тяжелое вооружение и авиацию, ведомые США коалиции. По информации её представителя, с начала операции по контролируемым ИГИЛ территории в Масуле и вокруг него было сброшено свыше 4 тысяч авиабомб. При этом положение масульцев, которые оказались между молотом вот этих бомбежек коалиции и наковальней игиловского насилия, становится всё более отчаянным и, конечно, гуманитарная ситуация всё более деградирует. По оценкам, за прошедший месяц из города и его окрестностей бежало порядка 56 тысяч человек. Но ещё хуже выглядят прогнозы. Эта цифра может вырасти до 400-700 тысяч человек. Трудно не согласиться с тем, что западные партнёры и контролируемые ими информационные ресурсы по-прежнему, можно сказать, лакируют действительность. Реальная же информация о том, что происходит на самом деле в Масуле, где остаётся свыше миллиона мирных жителей, просто-напросто блокируется. Она блокируется в том числе теми самыми уважаемыми, респектабельными средствами массовой информации, которых не ставят в один ряд, или с которыми в один ряд не ставят телеканал «Рошу Тудей». Видимо, здесь, конечно, сказывается поглощённость западников ситуации вокруг сирийского Алеппо. Именно туда устремлено всё внимание и желание не допустить, чтобы картина страданий массульцев перебивала заданный по ситуации на севере Сирии информационно-пропагандистский фон. У меня есть ещё одно такое экстраординарное сообщение для вас. Семья Александра Прохоренко, который погиб 17 марта 2016 года от рук боевиков Сирии в возрасте 26 лет, герой нашей страны. Его семья, его родители написали письмо, которое адресовали президенту Франции, господину Аланду. Они просили его передать по дипломатическим каналам, что мы, безусловно, сделаем. Соответствующие поручения будут направлены нашему посольству в Париже. При этом они просили максимально привлечь внимание к этому письму, что я сейчас с позволения родителей Александра Прохоренко и сделаю. Президенту Французской республики Франсу Аланду. Господин президент, к вам обращаются родители старшего лейтенанта вооружённых сил Российской Федерации Александра Прохоренко, который погиб 17 марта 2016 года от рук боевиков Сирии. Наш сын ушёл из жизни всего в 26 лет, так и не успев увидеть дочь, которая родилась после его гибели. Мы признательны французскому народу за помощь и поддержку. Военные награды супругов, которые хранятся рядом с золотой звездой, героя России, нашего сына. Вы – отец четырех детей и можете понять глубину нашей боли. Вряд ли есть что-то страшнее, чем смерть своего ребёнка. Саша отдал свою жизнь, чтобы в России, Франции и других городах и странах террористы не могли убивать людей. Чтобы в наших странах был мир, не было страха. И всегда смеялись дети. Однако мы с горечью видим, как далеко ещё до победы над международным терроризмом в Сирии боевики, убившие нашего сына, уходят от возмездия, как только заявляют, что они – так называемая оппозиция. Больно видеть, что лидеры ведущих европейских стран делают всё, чтобы дать передышку боевикам и укрепить их оружием. Снова политические интересы ставятся выше здравого смысла. Господин президент, почему вы после всех этих ужасных терактов в Париже и Ницце, когда наши сердца были вместе с французами, не сделали ничего, чтобы отомстить за безвинных жертв? Наши народы мужественно, плечом к плечу, боролись за свободу Франции и всего мира во время Второй мировой войны. Мы помним героическую французскую эскадрилью Нормандия-Неман, движение сопротивления красных маков. Знаем, что в Париже есть площадь Сталинград. Не случайно памятник Шарлю де Голю украшает одну из центральных площадей Москвы. И после страшных терактов в Париже и Ницце, наши ребята в Сирии, чтобы поддержать французские семьи, не боялись писать на бомбах за Париж. За наших, которыми потом уничтожали террористов. Но сегодня, когда международный терроризм, как и нацисты, в прошлом веке угрожают миру, вы делаете вид, что эти звери – какая-то оппозиция, с которой можно вести переговоры. Думали ли вы так же, если бы, не дай бог, кто-то из ваших детей оказался в их руках? Наш сын отдал свою жизнь, чтобы этого никогда не случилось. Сколько крови еще должно пролиться, чтобы вы поняли, только вместе наши народы могут остановить и победить эту чуму нашего века. Но вместо того, чтобы вновь объединиться и окончательно уничтожить бандитов и детоубийц, вы на весь мир осуждаете действия российских летчиков и призываете ввести новые санкции против России. Так где же ваша искренность? Как вас понимать, господин президент? С кем вы? Заявите об этом честно, как и подобает представителю великого французского народа. Нельзя в этой борьбе со злом быть наблюдателем. Либо мы вместе боремся с террористами, либо вы оказываетесь на их стороне. Страшнее лицемерие только равнодушие. С глубоким уважением к народу Франции, родители Героя России. Прохоренко Наталья Леонидовна, Прохоренко Александр Васильевич. Теперь переходим к развитию ситуации в Сирии. Ситуация в этой стране по-прежнему дает повод для самой серьезной беспокойности. Боевики террористических организаций ИГИЛ, Джабхат Фатх Аш-Шам, бывшая Джабхат Аносра и подобных им банформирований продолжают совершать теракты, акции устрашения на сирийской земле. В том числе с использованием отравляющих веществ. 13 ноября в районе Карим-Джазмати, восточном Алеппо, позиции сирийских правительственных войск были обстреляны террористами из систем реактивного огня. В результате взрыва снаряда с хлором около 30 военнослужащих 415 батальона 115 дивизии Республиканской гвардии получили отравление различной степени тяжести. Офицеры научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ взяли пробы с места происшествия. Их анализ подтверждает факт применения боевиками хлора в качестве отравляющего вещества. Специалисты Министерства обороны РФ также обнаружили на западе Алеппо неразорвавшиеся боеприпасы, начиненные с большой долей вероятности хлором и белым фосфором. Примечательна такая весьма вялая реакция на эти инциденты западных политиков и, по словам Госдепа США, уважаемых средств массовой информации. Доказательство боевого применения террористами отравляющих веществ – это, знаете, такая своеобразная кость в горле для тех, кто старается выставить сирийские незаконные вооруженные формирования, в том числе откровенно террористической направленности, борцами за правое дело, оппозиции, умеренными. 14 ноября террористы с применением оружия разогнали толпу жителей Восточного Алеппо, которые, находясь в отчаянии, в порыве отчаяния, попытались пробиться к одному из продовольственных складов. В удерживаемых радикальными группировками восточных кварталах города гуманитарная помощь распределяется боевиками. При этом лишь небольшая ее часть перепадает и доходит до мирных жителей. Террористы препятствуют выходу гражданских лиц из контролируемой ими зоны, минируют проходы, стремятся использовать людей в качестве живого щита. И, конечно, все это говорит о такой гуманитарной катастрофе, которую пытаются всячески скрыть восточным Алеппо и сделать все, чтобы перевалить вину на ситуацию, на сирийскую армию. 15 ноября боевики из восточной части Алеппо обстреляли из реактивных систем залпового огня промышленный пригород Ас-Сафира. Он расположен в 30 километрах к юго-востоку от города. В общей сложности выпущено свыше 15 ракет. Жертвами атаки стали гражданские лица. Правительственные силы продолжают стягивать подразделения к населенному пункту Хан-Аш-Шейх на юго-западе Дамасской области, в котором оказались блокированы крупная группировка боевиков Джабхат-Фат-Аш-Шан. В районе этого поселения обнаружена сеть подземных тоннелей общей площадью и общей даже протяженностью 700 метров. Она использовалась экстремистами для транспортировки оружия и переброски подкреплений. Попытки террористов деблокировать свои ряды пресекаются сирийской армией. 15 ноября ВКС России и ВМФ России приступили к массированному огневому поражению объектов и живой силы ИГИЛ и Джабхат-Фат-Аш-Шан. Речь идет о провинциях Идлиб и Холмс. Цели при этом подбираются точечно на основе проверенных разведданных. В этой связи хотелось бы обратить внимание на заявление представителя Госдепартамента США, абсолютно необоснованное, не соответствующее истине. Речь идет о том, что представители, официальные представители Госдепа сказали, что операция российских военных в Сирии будто бы нарушает международное право. В частности, это цитата Элизабет Трудо. Какие конкретно положения международного права препятствуют ликвидации террористов по согласованию с законом правительством страны, которое подверглось их атаке, представитель Госдепартамента, конечно, не обозначил. Я хотела бы напомнить, что речь идет о внешнеполитическом ведомстве государства, которое в нарушении всех норм международного права использует свои вооруженные силы на суверенной территории сирийского государства без какого-либо согласования с официальными законными властями. Я хочу напомнить, что вооруженные силы Российской Федерации занимаются уничтожением террористов ИГИЛ, Джабхат Фат Ашам, экс-Джабхата Нусра и прочих подобных бандформирований в Сирии по просьбе законных властей Сирийской Арабской Республики. Я также хочу напомнить, что Сирия – это страна члена Организации Объединенных Наций. В то же время ведомая Соединенными Штатами так называемая анти-ИГИЛовская коалиция грубо нарушает суверенитет Сирии, действует на ее территории без разрешения сирийского государства. Так что, видим, в очередной раз представитель Госдепартамента США просто ошибся адресом. Вы знаете, мне кажется, вчера, на днях точно, было заявлено, было даже объявлено о выпуске второй части «Белой книги», посвященной преступлениям боевиков в Сирии. Она была, эта книга была опубликована Институтом Востоковедения Российской Академии Наук. Как и в предыдущем исследовании, в ее основу легли свидетельства убийств мирных жителей, бесчисленные обстрелы населения, в том числе с применением химического оружия, разрушение культурно-исторического наследия, а также доказательства фальсификаций, которые так, в общем-то, легковерно используют наши западные партнеры в своей пропаганде. Как и ее первая часть, книга будет распространена России в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а также на площадке Организации Объединенных Наций в Женеве, в Женевском представительстве. Теперь переходим к другим регионам. Вы знаете, 14 ноября был опубликован доклад Международного уголовного суда. Речь идет о докладе прокурора МУС, согласно которому речь идет о предварительном отчете, в частности, раздел по Украине. Речь идет о ситуации в этой стране и той оценке, которую давал положению дел на Украине Международный уголовный суд. Наш анализ показал, что это еще одно подтверждение того, что этот орган, я имею в виду Международный уголовный суд, утратил статус объективного и беспрестрастного инструмента международного правосудия. Анализ на ситуации на Украине и описание трагических событий Майдана, так как они приводятся в докладе, скорее можно отнести, вообще даже, собственно говоря, и анализировать не стоило. Это просто какая-то параллельная реальность. По мнению прокурора, цитата, резкий рост ожесточенных столкновений на Майдане просто произошел неоткуда. И абсолютно каким-то естественным развитием ситуации, то есть перерастанием из противостояния в насильственные столкновения, выглядит со стороны доклада и преступление, которое потрясло весь мир, а речь идет о сожжении заживо людей в Одессе. Еще раз говорю, в докладе мы видим оценку или описание этого страшного преступления как перерастание из противостояния в насильственные столкновения. Ну, как бы такой процесс естественный, органичный. При этом прокурора не заинтересовала деятельность украинских неонацистов, ну, просто их там как будто нет. Собственно говоря, они-то и развязали кровавые события тех дней. Неконституционное решение парламента Украины против законного президента этого государства преподносится как нечто вполне правомерное. Отъезд легитимного президента страны, который имел действительно обоснованные опасения за свою жизнь, описывается как свободное решение покинуть страну. В этой связи неудивительно, что прокурор просто не обратил внимания и на активное вмешательство зарубежных сил в ситуацию на Майдане. Ну, не было там никого, кроме митингующих мирных граждан Украины. Еще более абсурдным выглядит раздел о ситуации в Крыму. Полностью проигнорировано право народа Крыма на самоопределение, которое было реализовано на фоне прокатившейся по всей стране волны насилия. Вопреки своему мандату и отсутствию экспертизы в этом вопросе прокурор Мусс излагает свое мнение относительно статуса территории Крыма. Мы хотели бы обратить внимание, прокурор Мусс, что юрисдикция суда не распространяется на территорию России, включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь. Рекомендуем прокурору учитывать этот факт в своей работе и воздерживаться впредь от комментариев по вопросам, которые не относятся к ее видению. Нельзя не обратить внимание на пассаж, согласно которому в соответствии с некими поступившими сведениями даются квалификации ситуации в Крыму как вооруженного конфликта. Ну, собственно говоря, после этой квалификации дальнейший анализ вот этого представленного прокурором Мусс доклада становится просто бессмысленным. Всем, кто побывал в Крыму, прекрасно известно, что такая констатация означает, что прокурор даже не делала попыток разобраться в ситуации. И, скорее всего, речь идет просто о выполнении политического заказа. Но для нас подобного рода вещи не являются новостью. Изображение ситуации на юго-востоке Украины отличается той же степенью необъективности. Объявление киевскими властями так называемой антитеррористической операции, а по сути просто начало войны против собственного народа, выглядит в изложении прокурора как некое рутинное решение правительства. Какая норма? Не смущает прокурор Мусс и тот факт, что за этой терминологией киевских властей стоит нежелание применять к своим гражданам даже нормы международного гуманитарного права. Действия Киева по фактической блокаде целых регионов страны, которые ставят в бедственное положение гражданское население, тоже не привлекли внимания прокуратуры Мусс. Ключевые документы для комплексного урегулирования кризиса на Украине, речь идет о минских соглашениях, конечно, в подаче прокурора Мусс являются двумя неудавшимися попытками установить прекращение огня. Вот как бы так описываются минские соглашения. Кульминационным моментом этого раздела доклада является странный вывод о наличии вооруженного конфликта между Россией и Украиной со ссылкой на мифические артиллерийские обстрелы военных баз противника. Ну и задержание военнослужащих одной страны на территории другой. Неудивительно в этой связи, что в разделе источников, на основе которой, на их основе рисуется, собственно говоря, вот эта вот картина происходящего, остаются ссылки на неназванные неправительственные организации, другие псевдопроверенные источники, а также на госорганы Украины. Ну это-то, так сказать, эти министерства правды мы знаем. Такие методы работы суда не являются чем-то новым для нас, как я уже сказала. Суд все чаще становится на сторону тех, кто творит насилие. И мы стали свидетелями этого, когда было принято решение о начале расследования по событии августа 2008 года. В этой ситуации очевидно, что деятельность Международного уголовного суда не может стать частью урегулирования ситуации на Украине, как не является она и частью мирного урегулирования ни в одной конфликтной ситуации в мире. Скорее, активность этого органа служит усугублением без того сложных проблем, которые стояли перед обществами, перед странами и народами, которые пытались преодолеть кризис. Все это еще раз подтверждает верность принятого Российской Федерации решения отозвать свою подпись под статутом Международного уголовного суда. Своё негативное отношение к этому суду демонстрируют, как мы видим, и другие государства. Судя по деятельности прокурора МУС, можно ожидать, что их число будет только расти. В другой регион я хотела бы сказать о том, что очень волнует наших соотечественников. Речь идет о внесении изменений в указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2008 года, номер 977, о порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации лиц без гражданства, состоявших в гражданстве СССР и проживающих в Латвийской республике или Эстонской республике. Вы знаете, что эта тема была очень резонансной. Не пустили гражданку одной из этих стран, которая является нашей соотечественницей. Дело в том, что год ее рождения на зависть был после 1992 года. Мы об этом говорили, разъясняли всю эту ситуацию. Я хотела бы отдельно остановиться на этом вопросе. Порядок въезда на территорию Российской Федерации не граждан Латвии и Эстонии регламентируется положениями указа Президента Российской Федерации от 17 июня 2008 года, номер 977. Я название полностью вам только что процитировала. Далее будем просто для краткости говорить об этом указе кратко как указ. В соответствии с пунктом 1 данного указа право на безвязовой въезд в Российскую Федерацию обладают граждане Латвии и Эстонии, если они состояли в гражданстве Советского Союза и проживают в Латвийской республике или в Эстонской республике, а также в соответствии с пунктом 2 указа их несовершеннолетние дети. При этом на момент подписания указа под его действия подпадали все без заключения неграждане Латвии и Эстонии. Однако в настоящее время естественным образом образовалась отдельная категория неграждан наших соотечественников, которые родились после 6 февраля 1992 года. Речь идет о дне прекращения существования Института Советского Гражданства и достигших своего совершеннолетия, которые не могут воспользоваться режимом безвязового въезда в Россию, так как положение указа на них не распространяется. Вопрос безвязового въезда напрямую затрагивает интересы наших соотечественников в статусе неграждан Латвии и Эстонии, являющихся по сути особой категорией лиц, ограниченных в своих гражданских правах на территории этих стран. Большинство из них стремится поддерживать и развивать исторически сложившиеся культурные, гуманитарные, научные, региональные, торгово-экономические и другие связи. При этом их искусственное разделение на два сорта с правом безвязового въезда и без такого только ухудшает их и без того сложное положение и играет на руку местным националистически настроенным кругам и ряду политиков, которые раздувают антироссийские настроения в странах Балтии. То есть, если вы помните, речь шла о том, что, к сожалению, не смогли впустить нашу соотечественницу, исходя из буквы закона. И, конечно, у наших пограничников были не просто все основания, у них не было других вариантов действовать иначе. Все упиралось в закон. Я хотела бы сказать, что визовые ограничения касаются в первую очередь молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет о тех, кто родился после 6 февраля 1992 года, часть из которых хотел бы связать свое будущее с Россией. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства и, конечно, особо отмечая стремление поддержать наших соотечественников, проживающих в Латвии и Эстонии, Министерство иностранных дел Российской Федерации, выступило с инициативой внести соответствующие изменения в указ президента Российской Федерации от 17 июня 2008 года. Тот самый указ, на который сегодня они уже ссылались. И это изменение предусматривает распространение безвизового въезда в Российскую Федерацию на всех неграждан Латвии и Эстонии. В этой связи, в соответствии с требованиями постановления правительства от 25 августа 2012 года номер 851 о порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, 11 ноября стартовала процедура общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. Вот проекта указа с участием общественной палаты при президенте Российской Федерации, экспертного совета при правительстве Российской Федерации и фонда защиты и поддержки соотечественников за рубежом. Я хотела бы сказать, что процедура общественного обсуждения продлится до 25 ноября текущего года. Мы также обратили внимание на информацию, которую нам прислали наши граждане, граждане Российской Федерации по линии социальных сетей. Мы получили сообщение о том, что российским гражданам, которые находятся в Катаре транзитно, по пути в другое государство отказывают в таком транзитном посещении страны. И вот мы разобрались с ситуацией, и в связи с тем, что в последнее время нам поступало много таких вопросов от российских туристов и профильных СМИ как раз вот о посещении россиянами Катара. Хотели бы на этой теме остановиться подробно. Обращаем внимание, что гражданам России для посещения Катара с туристическими и иными целями необходимо заблаговременно оформить въездную визу, в том числе при следовании транзитом через эту страну. Посещать доху без виз могут только подданные некоторые государства Персидского залива, а также граждане стран, с которыми у Катары заключены соглашения о безвизовых поездках. Мы видели, что на некоторых российских туристических сайтах, а также когда мы получали вопросы от наших граждан и начали разбираться в этой ситуации, то действительно обнаружили, что на ряде российских туристических сайтов, а также на сайте авиакомпании, например, Катарской авиалинии, указывается, что въезд транзитным пассажирам может быть разрешен по усмотрению властей. Полагаем, что подобные расплывчатые формулировки становятся причиной инцидентов, в том числе и с российскими туристами в аэропорту Дохи, когда они вводятся в заблуждение недобросовестной рекламы авиакомпании, которая обещает россиянам без должных оснований организовать выход в город. Со своей стороны проведем соответствующую работу с авиакомпанией, а также поместим дополнительные разъяснения относительно особенностей посещения Катара на сайте Министерства иностранных дел России. Я на этом... Да, я хотела бы еще на одной теме остановиться. Речь идет о новости, по-моему, вчера пришла. Комиссия по радио и телевидению Литовской Республики, которая контролирует деятельность радиостанций и телевизионных вещателей в этой стране, вынесла очередной вердикт о приостановке трансляции РТР «Планета» сроком на три месяца. Решение вступает в силу 21 ноября. Такие меры воздействия на российские СМИ практиковались, как вы знаете, в Литве в течение 2014-2015 годов. Было... Неоднократно принимались подобные решения. Конечно, они противоречат международным нормам. И принимались они на основе положения закона Литовской Республики об информировании общественности, которая, на наш взгляд, также далеко от соответствия международным обязательствам этой страны. Более того, приостановка ретрансляции телеканала РТР «Планета» на территории страны на три месяца с 13 апреля по 13 июля 2015 года получила одобрение Еврокомиссии, которое указало, что Литва обоснованно ограничила на время ретрансляцию российского телеканала, который якобы в нарушении литовского законодательства допустил в своём эфире разжигание розни. Я хочу подчеркнуть, что претензии касаются высказываний гостей передачи. Речь идёт в основном о ток-шоу. По логике литовского руководства и руководства соответствующих структур, которые принимали решения, в частности, вот этого регулятора, видимо, исходя из тех решений, которые они принимают, вот эти ток-шоу должны каким-то образом модерироваться. Или регулироваться. Фактически власти Вильнюса, которые выступают всегда за свободу выражения мнений, по большому счёту принуждают российские средства массовой информации применять цензуру. То есть каким образом можно из эфира, из живого, прямого эфира, вырезать мнение людей, которые высказывают и подчёркивают, что это их личная точка зрения, непонятно. Я обращаю внимание на себя и, конечно, заявление председателя комиссии Эдмундеса Вайта Кунаса о том, что запрет будет обязательным для всех ретрансляторов, в том числе для интернет-провайдеров. Таким образом, Литва занимается, по большому счёту, ничем иным, как цензурированием своего информационного пространства, включая интернет-сферу. Это такое новое понимание свободы слова. Я готова ответить на ваши вопросы. Да, пожалуйста. Давно вас не будет видеть. Да, поэтому много вопросов по уважительным причинам отсутствовало. Надеюсь, простите меня. Мария Владимировна, скажите, пожалуйста, в связи с тем, что вы сейчас рассказали по продвижению операции по освобождению Муссул. Как идёт работа Координационного разведывательно-информационного центра в Багдаде, Россия, Сирия, Ирак, Иран? Есть развитие работы этого пункта, скажем так, или по вашей оценке? Второй вопрос, конечно, самим болезненным, Алеппо. Когда, наконец, поставим точку над этой катастрофой, ведь обстреливаются мирные граждане в восточном кварталах от рук террористов, и то же самое в Западной Алеппо, то же самое. То есть он живёт мирно из-за этих, скажем так. И третий вопрос, над этим останавливаюсь, Эрдоган. Как ведёт себя? Есть, помогли, скажем так, усилия Российской Федерации в улучшении отношений. Он слушается больше мнений России в последнее время. Докуда, вы считаете, он дойдёт в свои операции в сторону города Альбаб на севере Алеппо? Первое. По поводу центров, которые были организованы по обмену информацией. Все центры работают, по обмену информации идёт и через центры на двусторонней основе. Второе. По поводу того, что когда будет поставлена точка в Алеппо, я хочу сказать, что ведь задача в том, чтобы под поставленной точкой не оказались жизни мирных граждан. Вот в чём проблема. И Министерство обороны регулярно об этом говорит, о том, каким образом точечно зачищаются там боевики. Вот это то, что является на сегодняшний день проблемой. Как мы понимаем, как уже все понимают, американская сторона, взявшая на себя обязательства по разделению боевиков, террористов от умеренных, эти обязательства вообще не то, что не выполнены, она, собственно говоря, не приступала к их выполнению. Хотя контакты с американцами ведутся. И несмотря на ту полемику, которую мы слышим, и предвыборную из Белого дома, несмотря на это контакты, есть, конечно, безусловно, не в том объёме, в котором хотелось бы, но они есть. Но ещё раз говорю, что всё сосредоточено в том, чтобы сохранить жизни людей, мирных граждан, при этом уничтожая боевиков. Третье, по поводу Турции. Диалог ведётся по различным каналам. Выстраиваются, восстанавливаются отношения. Вы знаете, что проходили встречи, был саммит. Соответственно, стороны друг друга слушают и слышат. Это очень важно. Есть ещё вопросы? Да, пожалуйста. Александра Урусова, агентство ТАСС. Мария Владимировна, если разрешите, у меня два вопроса. Первый касается передачи России голландским следственным органам объективных данных радиолокации по делу о крушении Боинга над Донбассом. Есть ли информация о том, обработаны ли эти данные и будут ли приниматься в расчёт данные сведения при формировании окончательных выводов следствия? Это мой первый вопрос. И второй вопрос. В заявлении по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана, проведённой при участии министров иностранных дел стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Вене в мае, говорилось о том, что в целях снижения риска продолжения насилия стороны дали согласие на завершение в кратчайшие сроки работы над механизмом по проведению расследований инцидентов. Тем не менее, в заявлении по итогам июньской встречи в Санкт-Петербурге, которая была проведена при участии президента России Владимира Путина, механизм не упоминается. С чем это связано и каково отношение российской страны к вопросу разработки такого механизма? Спасибо. По поводу первого опроса, как вы знаете, мы об этом говорили, состоялась передача данных РЛС. Россия не получала обратной реакции, мы пока её ждём от коллег из Нидерландов. Уже достаточно времени прошло, чтобы услышать их мнение и понять, каковы дальнейшие планы. Я, кстати говоря, хотела бы сказать, что Нидерланды сами в средствах массовой информации заявляли, что материал от России они получили. Мы обещали их проанализировать, дать соответствующую оценку. Честно говоря, мы очень на это рассчитываем, тем более, что первичные данные перечеркивают все предварительно сформированные выводы соответствующей следственной группы. Как мы неоднократно заявляли, и это подтвердит любой компетентный специалист, РЛС являются неопровержимыми и объективными данными, которые невозможно как-то подделать. В них невозможно что-либо поменять. Так вот, они четко демонстрируют, что пуск ракеты, предположительно сбивший малазийский самолет, не мог осуществляться из района населенного пункта Первомайская, как это было заявлено представителями следственной группы. Также, как уже заявляли и в Министерстве обороны, и представители концерна «Алмас-Антеи», при пуске ракеты из Первомайского это в обязательном порядке было бы отражено на данных РЛС. А на РЛС это не отражено. Мы считаем крайне важным принять в расчет данную информацию, учесть ее в дальнейшем процессе расследования, в том числе при формировании окончательных выводов следственной группы. РЛС нельзя взять и проигнорировать. Многое из того, что российская страна передавала, нашим партнерам было именно так и проигнорировано. В этом случае так не получится сделать. Потому что иначе это можно будет расценить просто как фактическое преступление против честного и прозрачного расследования. Что касается вашего вопроса о механизме проведения расследования вооруженных инцидентов, то российская сторона является автором этой идеи. Еще на трехсторонней встрече в Сочи в 2011 году российская сторона выступила с инициативой проведения расследования вооруженных инцидентов в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. В ее развитии сопредседатели Минской группы вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ подготовили проект соответствующего механизма. Потом он прорабатывался также экспертами ОБСЕ. На саммите в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки завершить эту работу. Однако на встрече в Санкт-Петербурге в июне, вы знаете, что в ней принимали участие президента Азербайджана, Армении и России, консенсус по этому вопросу, к сожалению, достигнут не был. Азербайджанская сторона наставила на том, чтобы в расследовании вооруженных инцидентов нет какой-либо необходимости, так как ситуация в зоне конфликта на тот момент оставалась стабильной. В результате тема механизма не была отражена в заявлении, сделанном по итогам встречи в Санкт-Петербурге. Вместе с тем, на наш взгляд, вопрос о механизме остается актуальным. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. — Халилунина Джамиля, японская телекомпания ТВ «Асахи». Мария Владимировна, 15 ноября было объявлено о начале использования кораблей ВМФ России в сирийских провинциях Идлибы и Холмс. И хотелось бы узнать, возможно ли их дальнейшее использование в Алеппо. И также мы хотели бы попросить вас прокомментировать... — А где? Не поняла дальше? — В Алеппо. — А, да, но вопрос о использовании кораблей ВМФ нужно адресовать Министерству обороны. Это все в их руках. — Хотели бы попросить вас прокомментировать. На днях был задержан и освобожден от должности министр Алексей Уликаев. И какое влияние это окажет на переговоры между Россией и Японией, в том числе по островам, поскольку все-таки он являлся одной из ключевых фигур в этих переговорах в последнее время? — Речь идет о должности, о которой вы говорите. Должность, безусловно, задействована в двусторонних контактах. Как вы понимаете, министерство работает, как было сказано российским руководством, будет работать стабильно. И поэтому все, что необходимо было сделать по линии этого ведомства, будет сделано. И еще раз говорю об этом, о стабильной работе этого ведомства, сказал российское руководство. — Да, пожалуйста. — Информагентство «Вестник Кавказа». Два вопроса. Первый. Как вы можете прокомментировать обещание Конгресса США, сделанное сенатором Бэром Кардином, создать новый всеобъемлющий закон, который станет ответом Америки на, как он сказал, хулиганские действия России в Украине, Сирии на выборах США? — Мы еще и на выборах США, так же, как в Сирии и на Украине. — И второй вопрос. Почему Россия отказалась от участия в международном уголовном суде? — По второму вопросу мы дали развернутый комментарий, он опубликован на сайте в виде заявления Министерства иностранных дел. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним. А по поводу... Вы знаете, вот мне пару лет назад... Такой, конечно, такой вопрос с подвохом, что сказать. Потому что несколько лет назад представители одного из западных информационных агентств, когда мы с ними общались, говорили, слушайте, а почему вы все время реагируете на Маккейна, на еще кого-то, на каких-то людей, которые... Это же, ну да, конечно, они сенаторы или конгрессмены, но это уже совершенно отыгранная русофобская карта, которую никто всерьез в Соединенных Штатах не воспринимает. И надо на них реагировать, все будет хорошо. Это вот было буквально 3-4 года назад. Потом оказалось, что как раз-таки вот эта самая отыгранная как бы русофобская карта снова оказалась в игре. И не просто оказалась в игре, а оказалось, что это буквально-таки практически джокер в руках очень многих, кто проводил вот такую вот политику в отношении Российской Федерации, да и вообще сфокусировал все внимание, внешнее политическое внимание Соединенных Штатов именно на нейтрализации России. И вот в этом такой как бы дуализм. С одной стороны, подобные заявления, но они настолько абсурдны и ничтожны, что, конечно, не реагировать на них просто невозможно, не имеет смысла, потому что это вне реальности, вне контекста, это все не подкреплено никакими фактами. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что нынешний этап развития информационного пространства, средств массовой информации, средств массовой коммуникации предполагает одно. И здесь есть одно непреложное уже истинное правило. Если, так сказать, ты не ответил на те обвинения, которые прозвучали в твой адрес, к сожалению, ты позволяешь, так сказать, людям и их позиции доминировать, тебя нет в информационном пространстве и так далее. Поэтому вот что я могу сказать, что эти заявления, которые были сделаны, они не имеют никакой привязки вообще к реальности. Уж, так сказать, по Сирии мы вообще работали вместе с Соединенными Штатами, по Украине пытаемся на протяжении нескольких лет участвовать в международных форматах. По большому счету, сами инициировали многое, что сейчас вошло в основу этих международных форматов. Что касается выборов в Соединенных Штатах Америки, я никак не могу понять, как же все-таки Россия на них повлияла. Вот как Россия могла на них повлиять? Ну, это вот, все об этом говорят, многие об этом говорят, но никто никак не может привести каких-то конкретных фактов или цитат, то есть, или вообще привести хоть какую-то аргументацию. Поэтому, ну, если коротко суммировать, ничтожные высказывания, за которыми не стоит никакой фактуры. Все. Для чего они делаются? Всем, наверное, надо переизбираться. Но, мне кажется, уже вот эти прошедшие выборы должны были всем и сенаторам, и конгрессменам показать, что русофобия не в тренде. Она не в тренде не у нас, она не в тренде у них. Об этом сказало население Соединенных Штатов, проголосовав так, как они проголосовали. Вот еще раз говорю, когда рассказывают про то, что там Россия повлияла и так далее, вы знаете, многие, кто живут в Соединенных Штатах, понятия не имеют, где находится Россия, где находится Украина, где находится Сирия. Кто-то знает, кто-то не знает, кто-то выходят из этих стран, а кто-то действительно просто не имеет никакого представления. Но, мне кажется, их просто самих настолько довели до состояния неприятия и аллергии от русофобии, что они уже действовали просто от противного. Лишь бы вот этот поток нагнетания и какого-то, знаете, вот предвестника, вот идеология предвестников Третьей мировой войны, чтобы это все ушло в какое-то небытие. Поэтому, еще раз, ничтожные высказывания, за которыми не стоит никакой фактуры. Тапас, пожалуйста. Газета «Хюриет», Турция. Госпожа Захарова, у меня вопрос связан с Сирией. Именно можно ли в ближайшее время ожидать какого-либо совместного заявления России и Турции по северных территориям Сирии, учитывая то, что именно эти территории, до окончания, по крайней мере, гражданской войны в Сирии, могут быть территории, которые приютят миллионы граждан самой Сирии? Спасибо. Я не очень поняла. Повторю. Да, если можно. В ближайшее время можно ли ожидать совместное заявление России и Турции по северных территориям Сирии, учитывая то... О каком заявлении вы говорите? Какого плана? В плане как там прократить огонь, как там сделать возможное проживание мирному населению? Вы знаете, я просто хотела бы сказать, что формулировки того, о чём вы говорите, очень размытые. Понимаете, здесь как-то, честно говоря, в тех идеях, которые вы сейчас озвучили, просто даже не на что опереться. О чём конкретно идёт речь? Если речь идёт о глобальном нормализации ситуации на границе, то мы за это всегда выступали. И мы будем рады, хотя, как я и сказала, наши турецкие коллеги возобновили, и мы с ними возобновили, и они с нами возобновили диалог, и слышат то, что мы им говорим. Но, конечно, мы бы хотели, чтобы нормализация ситуации на границе шла и была полноформатной. Вот эта конкретная работа ведётся. Некое теоретическое соглашение, у меня такой какой-то информации нет. И ещё раз говорю, что из того, что вы озвучили эти формулировки, какие-то очень расплывчатые, и, ну, не конкретные, и, честно говоря, даже комментировать их не могу. Но практическая работа ведётся. Я могу уточнить, я могу уточнить у наших экспертов, возможно, они мне подскажут какую-то дополнительную информацию, обязательно вам прокомментирую. Да, пожалуйста. Абутаслих Мухаммед, телеканал «Иштрак из Ирака». Как сейчас Россия оценивает события, происходящие в городе Мусуль, если взаимодействие с... Мусуль? Мусуль. Мусуль, да, да. А я только что прокомментировала. Да, ещё есть, например, взаимодействие с иракской страной, социального населения, авиаудара по городу, особенно где Сирия, где происходит сейчас образование. Ещё один вопрос насчёт как Россия оценивает деятельность народного облачения Ирака и их выглад и освобождение города Мусуль и ещё некоторые страны, например, Турция, судя Аравска, будут против. Россия как смотрит на это? Ну, вы знаете, что касается ситуации в Масуле, я прокомментировала бы подробный комментарий. Что касается вашего вопроса по... Народные. Нет, по поводу... Сейчас скажу, ваш вопрос, который касался вовлечённости стран, то... Нет, у вас был вопрос относительно обмена информацией России и Ирака. Безусловно, мы поддерживаем этот контакт, этот контакт поддерживается и по дипломатической линии, и по линии наших военных. У нас действуют соответствующие центры, у нас есть двусторонние контакты, поэтому контакт поддерживается. Детали взаимодействия либо у Министерства обороны, можно уточнить, ну, даже не либо, а именно у Министерства обороны. Я хотела бы сказать о том, что участие и реакция соответствующих стран, соседних стран, не соседних стран, на то, что происходит в Ираке, безусловно, в первую очередь, должна оцениваться самим Багдадом, потому что речь идёт о операции, которая происходит на территории Ирака. И в данном случае мы высказываем своё опасение о развитии гуманитарной ситуации, введении боевых действий, даём оценку, но вовлечённость тех или иных структур в боевые действия, и реакция соответствующих стран, которые поддерживают или не поддерживают, безусловно, должна идти от Багдада, потому что именно это государство в общем-то платит ценой своих солдат и вооружённых сил за эту операцию. Участвовать в народной армии особенно сейчас они говорят, что это будет как гражданство войны, и что там этот город там... я вот прокомментировала, но я готова ещё уточнить конкретно по вашему вопросу. Да, пожалуйста. Добрый день, Марина Владимировна, телеканал Rush Today Илья Петренко. Вот тот самый брифинг, который вы упоминали, где произошла неприятная ситуация, после него... Я считаю, что это не неприятная ситуация. Очень неприятная ситуация. И не очень неприятная ситуация. Я считаю, что это вопиющая ситуация. Понимаете, ситуация, она не находится в поле приятности или неприятности. Есть вещи недопустимые. Деление вообще без основания, без опоры на какие-то, не знаю, заключения профессионального сообщества. Вообще, вот такое деление чиновников на СМИ по принципу, видимо, идеологической близости в стране, которая заявляет о свободе средств массовой информации и правах человека. И это просто вещи недопустимые. Поэтому я рассматриваю эту ситуацию как экстраординарную. Понимаете? Потом просто мы придем к ситуации, когда по всему миру будут проходить пресс-конференции, на которых будут стоять отдельные стулья. или будут заводиться и арендоваться отдельные комнаты для тех, кто не нравится. А те, кто нравится, будут отделяться в какие-то другие помещения и с ними будет вести какая-то другая вещь. То есть, это не... это вопиющая вещь и это абсолютно неприемлемая история. Вот я бы ее охарактеризовала так. Это вопрос не того, что нравится это вам или не нравится это мне. Это вопрос того, что такого не может быть. официальные представители государственных структур не могут делить средства массовой информации по такому принципу на весь мир, объявляя их по большому счету врагами и давая соответствующие указания тем, кто так отличался в последние годы самоцензурой. Вот тоже нужно этот момент понимать. Я... И мне кажется, что мне не стоит даже об этом напоминать. Я всегда... Если есть претензии к средствам массовой информации, ты всегда выходишь с фактами на руках, цитируешь и разбираешь тот или иной материал, вот просто вооружившись фактурой. Делаешь опровержение, говоришь о том, что это неуместно, неправильно, что это может быть акт пропаганды. Но это всегда и речь идет о каком-то конкретном случае. Но обвинять голословно, обвинять человека, который задает тебе вопрос и в ответ слышит, что вы неуважаемые и мы вас в один ряд не ставим. Я считаю, что это, еще раз говорю, это абсолютно выпиющий случай, которому не должно быть места в будущем. Ну, в таком случае, после того брифинга, где произошла недопустимая ситуация, нашему корреспонденту был выслан список больниц, по которым, как утверждают американцы, наносили удары ВКС России. При этом Госдепартамент в том числе ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ действительно приводит список больниц, но при этом они не делают вывод о том, кто именно наносил эти удары. У меня вопрос, насколько допустима такая спекуляция информации, полученная от такой организации, как Всемирная организация здравоохранения. Ну, я, честно говоря, вам же прислали этот список, здесь конкретно я не могу ответить, соответствует или не соответствует этот список у вас. Я просто хочу сказать, что мы становились неоднократно свидетелями, а иногда даже развенчателями мифов об ударах российских вооруженных сил в ЭКС России по гражданским объектам. Это были фотографии смонтированы, это были видео, которые принадлежали совершенно иным временным периодам и другим географическим местам и так далее, и так далее. Было очень много вбросов, целенаправленных вбросов или просто ошибочных материалов, которые выдавались за фактуру, за факты. Спекуляция, конечно, недопустима. Вопрос в том, что было с вами, так сказать, предоставили вам заведомо ложную информацию, либо исходили из того, что там могла бы быть, могли бы быть разрушения, которые были, так сказать, нанесены со стороны России. Мне сложно сказать, не могу сказать, но то, что факт налицо, что такие методы используются, это точно. Спасибо. Да, пожалуйста. В Нидерландах, в частности, судя по результатам проведенного еще в апреле референдума, значительное количество людей, которые не согласны с решением об ассоциации Украины и ЕС. Следит ли МИД за развитием ситуации, какова она сейчас и как вы считаете, будет ли учтено мнение жителей государства? Ну, я хочу сказать, что ратификация соглашения об ассоциации, это, конечно, и тем более речь идет не в теории, а на практике, речь идет о конкретной ситуации в Нидерландах, является сугубо внутренним делом этого государства. Конечно, мы наблюдаем за этими процессами, мы прекрасно понимаем, что там до сих пор идет дискуссия. Вот, анализируя всю эту ситуацию, еще раз говорю, что, понимая, что речь идет о внутреннем обсуждении, но в то же время как бы и нам тоже, и нам есть что проанализировать в данном случае. Просто речь идет о том, что до апрельского референдума официальной власти в Нидерландах пытались, ну, просто всеми средствами, мы тоже об этом говорили, неоднократно убедить голландцев в необходимости ратифицировать соглашение и откровенно вводили в заблуждение, давайте на этом слове остановимся, представляя его как сугубо экономический документ. Вот это было так очень, очень явно всегда подчеркивалось, этот документ, и речь идет о том, что необходимо проголосовать за этот документ, потому что он очень выгоден населению Нидерландов, и здесь нет никакой политики, это сугубо вот такой вот новый рубеж экономического развития для страны. Даже была, я, если вы помните, говорила об этом, разработана такая некая инструкция, немножко похожая на гидку, для местных администраций. Вот что мы видим на сегодняшний день, когда вот эту вот операцию по пропаганде несуществующей выгоды не удалось осуществить, и, собственно говоря, население, разобравшись, осознало, что никакой выгоды и не будет, и уж тем более никакого эффекта позитивного для Нидерландов от соглашения об ассоциации ждать не приходится, они просто проголосовали против него, и сейчас власти предпринимают такую очень отчаянную попытку уже в рамках парламента осуществлять давление на депутатов, которые колеблются, которые выступают против этого соглашения, для того, чтобы все-таки протащить эту ратификацию, несмотря на итоги референдума. И у меня есть такое ощущение, что ситуация специально даже затягивается, для того, чтобы люди уже начали постепенно даже забывать о том, что факт референдума был, чтобы, конечно, любые рассуждения сразу после проведения референдума о том, что стоит ли принимать во внимание его результат, они воспринимались бы однозначно в качестве неуважения к воле людей. Чем дальше Нидерланды отходят от точки проведения референдумов, тем менее болезненным этот вопрос будет для обсуждения, тем более принятия решения. У нас есть такое ощущение, что все это происходит не без такой помощи и подсказки извне, потому что все это, вот вся эта дискуссия, которая ведется после референдума, постреферендумская дискуссия, она ведется обильно сдабриваясь, обильно дополняясь антироссийской риторикой, там опять агрессия со стороны России, рука Кремля везде, так сказать, опасность со стороны России, нависшая над Европой. Также заявлялось в том числе и о том, что ратификация опиоментового соглашения будет способствовать, или даже переформулировала, что отказ от ратификации соглашения будет способствовать продолжению некой российской агрессии на Украине. Много говорится, вот в частности премьер-министр Рютте, выступая в парламенте, заявил, когда нападут на кого-то из ваших соседей, то, конечно, можно просто пожать плечами, но вот скрыть свое бездействие уже не получится, поскольку в мгновение ока это превратится в привычку на всей улице. Ответом на подобное поведение со стороны России может быть только европейское единство. Я подчеркну, это было не просто его выступление, было его выступление в поддержку соглашения об ассоциации. А теперь вернемся на минуту раньше того, о чем мы сейчас говорили. Ведь, исходя изначально, соглашение позиционировалось внутри Нидерландов как экономически выгодное, что там нет никакой политики, что это важно и нужно для самой Голландии. Сейчас получается, что, оказывается, это акт поддержки и солидаризации с европейским в рамках или между европейскими соседями. Так надо определиться и быть честными. Если для вас это вопрос политической воли, политической поддержки, солидарности, я не знаю, такого, знаете, демонстрации единого фронта, так и надо было такой вопрос ставить на референдуме. И все было бы по-честному, и тогда всем было бы проще, и тогда люди бы могли понять, что к чему, и, наверное, разобраться. А так, получается, на референдум выносили одно, на референдум выносили экономическую целесообразность для Нидерландов принятия этого документа, а сейчас продавливают решение с точки зрения политической мотивации. Ну, это же разные вещи, абсолютно разные вещи. Еще такой момент, вот, когда господин Рютте говорил о том, что подобное поведение со стороны России может быть только, ну, то есть, ну, необходим ответ на подобное поведение России. Вот, причем здесь соглашение об ассоциации и Россия. Почему комбинируются все время эти два совершенно не имеющих отношения друг к другу в моменты? Начинали, опять же, с экономической выгоды. Если имеется, если, если хотели бы, так сказать, действительно поговорить глобально, и вот в этой глобальной картине действительно есть роль России, тогда надо было начинать рассказывать своему населению историю с самого начала относительно того, как Российская Федерация неоднократно предупреждала Европейский Союз, что если политика в отношении Украины только с Европейским Союзом и без России, что эта политика тупиковая, она придет просто к надлому Украины, ее разрыву на составные части, учитывая историю этого государства, учитывая его организацию, учитывая различия в подходах, политических взглядах населения. Но, естественно, туда, в эту историю никто не углубляется. Поэтому очень жаль, что вся эта дискуссия развивается именно таким образом. С другой стороны, это неудивительно. Эти заявления, которые мы слышим и по линии премьер-министра, и по линии министра иностранных дел Нидерландов, они, конечно, такой, знаете, носят гротескный характер, и не только уже в глазах России, но и в глазах, мне кажется, собственного населения. Да, пожалуйста. Герман Парлов, Федеральное агентство новостей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что нелегальный трафик оружия из Украины идет потоком. Вот скажите, планирует ли Россия каким-либо образом помогать белорусским пограничникам в остановке этого потока? Потому что у нас граница, как известно, открыта, и это оружие может попасть в Россию. Я готова буду это прокомментировать обязательно в следующий раз. Просто уточню, как мы можем это официально сформулировать нашу позицию, что предпринимается. Хорошо? Да, пожалуйста. Может быть, даже раньше сделаем ответ на ваш вопрос. Да, добрый день. Корейская радиоучительная компания КИБС хотели просить вас прокомментировать процесс работы над проектом резолюции по Северной Корее в Совете Безопасности ООН. В частности, в СМИ появились сообщения, что резолюция может быть принята уже на следующей неделе, и США и Китаю удалось согласовать и сблизить свои позиции. Спасибо. Я считаю, что надо основываться не на утечке, которая появляется в средствах массовой информации. Я могу сказать, что работа идет. О сроках пока говорить рано. Вот, пока так. Есть ли вопросы? Есть ли вопросы? А, да, пожалуйста, подождите, еще. Александр Стоянович Готфройд, Б-92, Сербия. Я хотела бы попросить вас уточнить по поводу Международного уголовного суда, поскольку решение о выходе пришло два дня после этого доклада. Нет, 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 нет. Мы не выходили из Международного уголовного суда. Это просто ошибка очень многие делают. Мы не выходили. Был подписан статут, но он не означал членство в этой организации. Мы его не ратифицировали. И сейчас, что было сделано? Так как не было ратификации, была просто отозвана подпись под статутом. Конечно, это не просто отзыв подписи. Безусловно, под этим есть определенные были, сохранялись наши обязательства. Сейчас этих обязательств нет. Да, да, я все это знаю, это просто не так выразилось. Вот что хотела. То есть, это получается два дня после этого документа, который вы прокомментировали в подробностях, это случайность, последняя капля или уже есть обвинение, что это попытка какая-то России избечь возможную будущую гипотетическую ответственность по Крыму и Сирии? Я поняла. Я думаю, что это просто прагматичное реалистичное отношение к нашему взаимодействию с этой организацией. Как я сказала, мы не были членами, был подписан статут, он обязывал нас к определенным взаимоотношениям с МУСом. Мы действительно поддерживали эти взаимоотношения, и мы делали все, чтобы они были конструктивными. Но, как вы правильно сказали, было много того, что вызывало у нас неудивление, и ответом нашему удивлению, по крайней мере, мы для себя отвечали, что речь идет просто о непрофессионализме. И политическая ангажированность, сочетание с непрофессионализмом, это всегда очень опасные вещи. Что доминировало, сложно сказать, наверное, в каждом конкретном случае доминировало что-то свое. В результате, я думаю, что надо же начинать рассматривать этот вопрос не только с отзыва подписи, а с момента нератификации. Ведь все это время отсутствие ратификации тоже, в общем-то, говорило само за себя. Сама за себя. Поэтому, просто, наверное, завершили эти отношения, которые, по тем причинам, о которых сказали. Спасибо большое. До следующих встреч.